Всем доброго дня и хорошего настроения! Сегодня буду готовить салат под названием Пиковая дама. Название, конечно, очень заманчивое. Что нам для этого понадобится? Свекла уже отварная, одна штука. Чеснок, два зубчика, но я возьму поменьше, даже половинку, наверное, вот этого. Если кто-то любит острый и никуда не нужно спешить, то можно и два. Огурец соленый один, но у меня два маленьких. Яблоко одна штука, грецкие орехи 35 грамм, чернослив 35 грамм, майонез, соль по вкусу. Все ингредиенты также будут оставлены в инфобоксе и вы можете с ними ознакомиться там. А сейчас приступаем к салату. Чистим свеклу и натираем ее на крупной терке. Для таких любителей свеклы, как я, советую свеклы добавить чуть-чуть побольше, чем записано в рецепте. У меня получится, наверное, полторы. Милкой соломкой нарежем огурцы. Также соломкой нарежем чернослив. Ну или у кого как получится. Затем чистим и трем яблоко. Если вам показалось, что яблоко большое, то можно взять поменьше, половинку, например. Немножко отжимаем сок. Нам не нужна лишняя вода. Если яблоко сочное. У меня сколько сока. Ну а кому-то нравится такие сочные салаты, то можно и с соком. Затем мы добавляем орехи. Можно порубить по-разному. Мелко, крупно, кто как любит. Ну и последний ингредиент у нас идет чеснок. Как я уже говорила, я возьму поменьше. Чеснок даже не знаю. Может еще поменьше взять. Давайте еще возьму поменьше. Вот так вот. Добавляем майонез. Салат очень сочный получается. Даже вижу тут сок с яблока, со свеклы, с огурца. Салатик вкусный получился. Я люблю сочетание такого соленого, сладкого и острого. Советую не добавлять много чеснока. Но это если только на очень любителя чеснока, который прямо ест и обжигается. Вот я люблю чеснок, но небольшое количество. И для меня вот маленький зубчик чеснока в этот салат вот сам а то больше не надо. А то можно переборщить. Завершающий этап, о котором меня часто спрашивают в видео, зачем я меняю салатницы. Ну, девочки, в тех салатницах, которых вы размешиваете, да, смотрите, что остается на стенках. Ну, некрасиво подавать на стол. Нужно брать посуду, в которую вы будете соединять салаты, если они не слоями. А на стол выставлять уже как более чистой. Вот. Чтобы аппетит не выглядело, а то как в грязной салатнице. Ну вот, салат Пиковая дама готов. Он действительно напоминает, наверное, чем-то Пиковую даму. В одно время сладкий, в то же время немножко соленый и слегка островатый. Получился интересный вкус. Я думаю, что он будет хорошо как закуска на праздничном столе и как дополнительная тоже закуска на ужин. Надеюсь, вам этот салат понравится. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До скорой встречи.